Да, деноцификация. Таким образом, деноцификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как, я не знаю, как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена... Легитимизировали Украину. Абсолютно верно. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается деноцификации. Теперь, что касается демилитаризации. Больной вопрос. Больной, да. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали. И теперь я могу это сказать по собственному опыту. Мы много где воевали. И много с кем воевали. Но я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешно. Но более технологично и более четко. Поэтому вот то, что сегодня мы получили с демилитаризацией украинской армии. Субтитры создавал DimaTorzok